В прямом эфире программа особое мнение в студии Екатерина Соливанова. Здравствуйте. Продаешь алкоголь незаконно, будь готов расстаться с товаром. Временные рамки для продажи напитков с градусом федеральным законодательством установлены с 11 вечера до 8 утра. Однако действуют и региональные поправки. В Санкт-Петербурге, например, купить алкоголь можно с 9 утра и до 9 вечера. В нашем регионе горячительный напиток можно приобрести с 2 дня и до 10 вечера. В жестких временных рамках предприниматели, не желая терять прибыль, все чаще прикрывают торговые точки понятием общепит. Продажи алкоголя в ночное время, как бороться с нерадивыми предпринимателями, об этом поговорим сегодня. Рядом со мной в студии председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Кирилл Гузов. Здравствуйте, Кирилл Олегович. Здравствуйте. Родился 16 августа 1974 года в Туле. 38 лет. С 1997 по 2007 год работал в филиале Сбербанка. Прошел карьерный путь от должности главного экономиста до заместителя начальника расчетного центра филиала. До назначения на должность председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку возглавлял обособленное подразделение региональный округ ООО «Мир Кредит». Женат, воспитывает троих сыновей. Кирилл Олегович, я лично считаю, что ограничения по временным рамкам продажи алкоголя, это, на мой взгляд, хорошо. Поскольку, если человеку нужно отдохнуть и при этом что-то употребить, такое горячительное, он пройдет, например, в кафе, ресторан, ну или же позаботится о своем банкете заранее и позаботится о своем домашнем баре. А вот как вы относитесь к алкоголю и к этому закону? Ну, абсолютно верно, вы сказали. То есть, вот эти временные ограничения, это одна из мер, собственно говоря, реализации федеральной политики, государственной политики, направленная на снижение доступности алкоголя. То есть, это одна из тех мер, которые, в общем-то, призваны помочь бороться с этой бедой для России. Очень актуальна эта алкоголизация населения. Ну вот, допустим, тоже мое такое мнение, ну вот я лично, например, если вдруг внезапно нагрянут гости и чем-то захочется их таким угостить, то бутылку с градусом куплю, ну, например, в кафе. Но я знаю, что предприниматели, не желая терять деньги, не желая терять какую-то прибыль, ищут все возможные лазейки. Например, вот красивое название «общепит». Вот расскажите, где можно покупать алкоголь, где нельзя, и что вообще под собой подразумевает это понятие «общепит». Ну, кстати, вот на первую фразу очень хорошо, что гости пусть с собой приносят, да, не надо бегать к хозяину, пусть гости приносят, значит. По поводу общепита, то есть, ну, соответственно, 171-м федеральным законом, да, на общепит распространяются ряд ограничений, как, например, временные рамки и именно нестационарность. Но, соответственно, у региональных властей есть полномочия установить дополнительные ограничения, в том числе к общепиту, чем, собственно говоря, региональная власть воспользовалась. Потому что, вот, прикрываясь общепитом, продолжили продавать пиво, там, алкоголь в палатках, например, да, хотя с 1 января это запрещено делать. Вот сегодняшние рейды эти подтвердили. Ну, вот у нас какие ограничения к общепиту? То есть, что там должно быть? Какое-то определенное количество посадочных мест, какое-то определенное меню, вот что? Ну, самое основное, конечно, это, вот, правильно сказать, число мест, значит, 6 столов и 24 посадочных места и продажа в открытой таре. Потому что общепит, реально общепит, это когда вы туда приходите и там потребляете пищу. Это не когда вы туда приходите ночью, чтобы купить алкоголь и принести его домой. То есть, вот в реальном общепите без проблем. То есть, там можно продавать, что хотите, действительно, но прикрываясь общепитом, то есть, продавать алкоголь, ну, это, понимаете, закон надо исполнять. То есть, любой закон, какой бы он ни был, там, да, вот, это точно такой же закон, который необходимо исполнять, а не искать лазейки для его обхода. То есть, закрытой тарей это с пробкой? Ну, закрытая тара, это когда из нее, из бутылки нельзя что-то вылить. А открытая тара, это когда из бутылки можно спокойно вылить, соответственно, напиток, не содержащийся. Ну, например, я знаю, не всем ресторанам и кафе люди доверяют и просят им специально принести закрытую бутылку. Ну, пожалуйста, при покупателе ее можно открыть. А еще какие есть требования к продаже алкоголя? Ну, значит, соответственно, есть ограничения, в соответствии с нашим постановлением правительства 136, это ограничения по расстояниям, например, до образовательных организаций 100-150 метров, в зависимости от наличия или отсутствия сформированного земельного участка под объектом торговли. Вот это первое. Значит, второе. Во время проведения массовых мероприятий за 3 часа до, за 3 часа после на расстоянии километра, вот место проведения этих массовых мероприятий, например, футбол, да? Во время проведения футбола на расстоянии километра за 3 часа до и 3 часа после запрещено торговать алкоголем. Также, соответственно, ограничения по общепиту, которые именно в нашем постановлении. Также сейчас на муниципальном уровне, муниципальное образование приняли постановление, определяющее и способ расчета, и схемы прилегающих территорий, на которых также запрещена торговля. Там есть определенные исключения, но, опять же, они установлены 175 федеральным законом, там их можно прочитать. Они касаются общепита, опять же, для вокзалов, рынков. То есть, общепита, я так поняла, главное правило к нему, согласно новому закону, который действует у нас в регионе, это 24 посадочных места. Больше 24 посадочных мест. Дополнительные требования, которые в соответствии с нашими полномочиями мы ввели, то есть, ну, это реально общепит, вы понимаете, да, что палатка, которая якобы общепит, но это не общепит, это просто прикрытие ночной торговли и торговли пьем. Вот, кроме того, к общепит, в общем-то, есть требования ГОСТа, где четко прописана градация всех этих, там, бар, кафе, кафетерий, точка быстрого питания, там, ресторан. Прописан четкий набор помещений. Например, если это, там, то есть, вот, зал для приема пищи должен быть у всех. Ну, какой у палатки зал для приема пищи, согласитесь, ну, это абсурд. То есть, понятно, что это просто, вот, там, нарушение закона, точно такое же, как нарушение уголовного кодекса. То есть, прикрыться пирожками, себе в киосок, там, завести какие-то закуски и выпечку не получится. Не получится. Но я знаю, что все-таки региональное правительство пошло навстречу, и время продажи алкоголя немножко решили расширить. Вот об этом подробнее расскажите. Да, ну, соответственно, это было освещено в прессе, было поручение губернатора, было поручение представителя правительства. Выходные, нерабочие праздничные дни, время продажи алкоголя расширяется. То есть, теперь можно с 11 августа, когда вступает постановление в силу, то есть, выходные дни и нерабочие праздничные дни с 11 до 22.00 можно продавать алкоголь. Ну, и вот такой у меня еще вопрос, вот, житейский. Буквально, вот, несколько недель назад увидела объявление на подъезде продажа ручек, доставка авторучек сувенирных плюс алкоголь в подарок. Ну, понятное дело, что это такая лазейка своеобразная. Вот, как с этим можно ли бороться? Ну, знаете, я считаю, это такое же нарушение административного законодательства, как и просто продажа в палатке. То есть, это не просто подарок, как можно просто что-то подать? Это алкоголь, не может быть так просто в подарок, да? То есть, ну, вот, я знаю, были несколько случаев, когда полиция, в общем-то, прикрывала такие лазейки. Плюс на федеральном уровне, соответственно, планируется внести, прорабатывать сейчас. На обсуждении находится изменение в законодательстве, которое, ну, запрещает вот подобного рода подарки, скажем так. То есть, такие аферы не пройдут? Ну, это нарушение, это такое же нарушение закона, как и, там, допустим, уголовного кодекса. То есть, это фактически вот, ну, незаконная деятельность. А что касается таксиста? Вот я, например, живу в доме, где расположен магазин, там же расположен бар, где можно купить алкоголь ночью. И, собственно говоря, несколько раз сталкивалась с такой ситуацией, что сажусь в такси, называю адрес, соответственно, этот адрес таксисты уже знают, куда возить клиентов. Они мне говорят, ну, девушка, ну, зачем вам туда ехать? Вот у меня все есть, алкоголь на любой вкус. С этим как бороться? Абсолютно так же, как со всем остальным. Это такое же административное нарушение, это незаконное предпринимательство, которое предполагает по, значит, КАОП как административный штраф. А, в принципе, в уголовном кодексе тоже есть такая статья 171 незаконное предпринимательство. То есть, это такое же нарушение закона, за которое либо можно понести административную, либо даже уголовную ответственность. Спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо. Мы будем надеяться на честность наших предпринимателей и их понимание того, что закон лучше не нарушать. Дороже получится. А итог хотелось бы подвести такой. Думайте о своем будущем заранее. Не попадайтесь на уловки нелегальных торговцев. Ведь испорченное здоровье с суррогатным алкоголем даже при наличии товарного чека вам никто не вернет. Это была программа «Особое мнение». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова